Все движения отточены, слова выучены. Но маленькие актёры всё равно волнуются перед премьерой. Ошибки исправлять времени нет. В новой сказке они поют и танцуют, помогая Деду Морозу победить злых киборгов. Зрителей ждёт много сюрпризов. И подарки будут, и много-много удивительных приключений для всех, кто придёт к нам, и даже для меня. Потому что, скажу вам по секрету, в этот раз я впервые полечу в космос. И не один, а со всеми ребятами. Марфуша, баба-яга, лошадь, кого только не переиграл актёр Юрий Малафей в новогодних сказках. В этом году ему досталась роль волка, хранителя леса. Его герой совсем не злой, говорит актёр, скорее трусливый и очень уважает красную шапочку. Призывает актёр не бояться его персонажей и ребятам. Тогда он обязательно с ними поиграет. Любой зритель, он активизирован, и какие-то кричалки, и какие-то сопереживания, и заветные слова, и загадки, и всё это есть. Тем более, после спектакля, возле ёлочки, это обязателен хоровод. Мешок Деда Мороза в сказке не только хорошо бегает. В нём хранится первое мгновение Нового года. Его, а также Снегурочку, похищают злые киборги с другой планеты. Дед Мороз и Красная Шапочка спешат на помощь. Стойте! А как тут в космос пройти? Кто знает? Я знаю! В космос не пройти! В космос лететь нужно! Космической ракетой становится новогодняя ёлка. Пока герои летят, король киборгов обдумывает коварные планы по захвату Земли. Везде будет зло госпорствовать, а планету Земля уничтожу. Лучи мёдами на мелкие астероиды разрежу. В конце в лучших традициях детских сказок добро побеждает зло. Спектакль «Космическое приключение Красной Шапочки» будет идти с 24 декабря до 6 января. Ольга Тыщик, Кристина Волковинская, Александр Киселёв, Александр Бывальцев. Телекомпания «Регион 45». Телекомпания «Регион 45».